Мир вам, дорогие друзья и уважаемые коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Зауживых, оплакивая мёртвых, разбивая молнии» рассказываем о самых животрепещущих проблемах, которые беспокоят вас, которые связаны с вашим здоровьем. Мы стараемся вам помочь. И вы знаете, я сам консультирую больных, поэтому в клинике, поэтому я вижу, как много пациентов сейчас с так называемым постковидным синдромом. И мы решили сделать, мы продолжаем, точнее, мы уже начали серию роликов о постковидном синдроме. Надо вам сказать, что мы опять же здесь отличаемся от других. Почему серия роликов? У многих, вообще-то говоря, на постковидный синдром хватит только одного ролика, но у нас на постковидный синдром очень и очень много будет роликов. Почему? Потому что постковидный синдром, на самом деле, это множество разных расстройств, которые формируются у пациентов, которые перенёс ковид. Иногда эти расстройства, на самом деле, они могут быть ещё до ковида, но ковидом усилены. Иногда они формируются после ковида. Всё это очень разное, требует разных подходов, разного лечения. И сегодня поэтому мы будем говорить о постковидном синдроме и тревоге. Мы говорили о постковидном синдроме и эпохондрии. Сегодня постковидный синдром и тревога. И надо вам сказать, что мы будем в своей работе руководствоваться, конечно же, утверждёнными протоколами. У нас, к сожалению, нет пока протокола лечения постковидного синдрома или длительного ковид-19. У нас говорят постковидный синдром, а на Западе говорят синдром длительного ковид-19. Не знаю, что лучше. Мне кажется, постковидный синдром – это как-то более понятно, это как-то более общее понятие. Прежде всего, откуда мы берём свою информацию, вы можете информацию оттуда тоже черпать. Внизу строчка – это ссылка на протокол лечения синдрома длительного ковид-19. Очень вам советую ознакомиться с этим протоколом, потому что это один из наиболее продвинутых протоколов, который существует в настоящее время в мире. Он создан специалистами Альянса по оказанию неотложной помощи на передовой ковид-19. Так это всё называется, это сообщество врачей, которые сами лечат постковидный синдром, которые сами лечат ковид. Надо вам сказать, что вот эта информация, которая содержится в этих самых протоколах, она подходит не только для лечения пациентов, которые перенесли ковид, у них постковидный синдром, но и для тех, у кого возникли различные поствакцинальные воспалительные осложнения, воспалительные синдромы. То есть, это такое очень и очень часто встречающееся теперь тоже расстройство, потому что вы знаете, что, к сожалению, вакцины, которые сейчас используются, они, в общем, часто далеко не безопасны. И, конечно же, вот рассказывая, когда о постковидном синдроме, мы должны принимать в расчёт, как он, собственно, выглядит. И вы видите, почему мы посвящаем несколько роликов. Очень и очень полиморфные симптомы. Тут и респираторная дышка, и заложенность носа, и умеренный кашель, упорный кашель, и психиатрические симптомы неврологические, спутность сознания, недомогание, усталость, головные боли, мигрень, депрессия, неспособность сосредоточиться, много-много чего другого, и со стороны опорно-двигательного аппарата, и боли в мышцах, утомляемость, и слабость, и боли в суставах и тому подобное. Но это ещё не всё. Сердечно-сосудистые жалобы, сердцебиение, аритмия, гипотензия, тахикардия, бывает и гипертензия, тоже поднимается давление. Вегетативные различные симптомы. Со стороны желудочно-кишечного тракта, анорексия, диарея, драматологический зуд, сыпь, слизистые оболочки, насморк, чихание, зуд, жжение, зуд в глазах. То есть, это всё достаточно полиморфные проявления. И вот тут, почему мы говорим о тревоге, потому что, на самом деле, тревога очень часто является полиморфным, на самом деле, по своим проявлениям, состоянием. Обратите, пожалуйста, внимание, мы много раз рассказывали вам о тревоге. Тревога, она связана с тем, что падает активность серотониновой системы и гаммкаргической. Это две основные тормозящие системы в нашем организме. Это тело этой самой гидры. И наоборот, головы подняты. Это повышенная активность норадреналиновой гистаминовой, ацилхолиновой, дофаминоглутаматных систем, что больной и чувствует. Так вот, это всё многочисленные жалобы, которые вполне напоминают описание постковидного синдрома. Ну, например, повышение активности норадреналиновых и отчасти дофаминовых нейронов. Это беспокойство, неусидчивость, бессонница, одышка, тремор, тахикардия, повышение АД, это приливы жара, это бессонница, это зуд, это гистаминовые уже нейроны, жжение, боли, сжатие, сдавление, повышение активности ацилхолиновых нейронов, головокружение, потливость, подёргивание мышц, тошнота, рвота, понос, приливы. То есть, обратите, пожалуйста, внимание, насколько тревога по своим симптомам напоминает постковидный синдром. Надо вам сказать, что мы обращали внимание даже на термоневроз. То есть, у человека температура может повышаться, и вот это повышение температуры может быть не связано с состоянием каким-то воспалительными изменениями, которые у него происходят. Раньше такое состояние называлось термоневроз. Сейчас это состояние термоневрозом не называется. Если вы введёте в поисковик длительный субфибрилитет, то вы там увидите список диагнозов заболеваний, которые не сопровождаются воспалительными сдвигами в крови. То есть, у человека нормальная кровь, а при этом у него повышается температура, и одним из таких диагнозов является нейроциклуатурная дистония. Вы видите диагноз номер один. Это устаревшее название в МКБ-10. Это всё нейроциклуатурная дистония входит в невротические расстройства. И тревожные расстройства тоже. То есть, на самом деле, даже тревога может проявляться нарушениями терморегуляции и повышением температуры. Вот обратите внимание. И терморегуляции у нас с вами определяет гипоталомус. Как повышение температуры, так и понижение температуры. Обратите внимание. Может быть, сужение сосудов или расширение сосудов. А это всё действует в нашей нейронной ацетилхолиновой, норадреналиновой. Поэтому, стоит ли удивляться, что при тревоге могут быть самые различные симптомы. Причём, вот этот симптом нарушения терморегуляции, он может быть больному непонятен. Он никак его не будет связывать с психикой. Он подумает, что у него, конечно же, продолжаются воспалительные изменения. Очень важно также понимать, когда мы рассматриваем постковидный синдром в связи с тревогой, что тревога очень часто... Вот моя собственная классификация тревожных расстройств. Тревога может быть вызвана заболеванием, которое само по себе является стрессом. Тот же самый инфаркт. Ковид-19. И тревога может возникнуть в связи с заболеванием. Это очень-очень понятно. Человек беспокоится по поводу своего состояния. Что с ним будет? Надо вам сказать, что я длительное время изучал такую тревогу, которая возникает в связи с заболеванием. В частности, вместе с кардиологами. Вот мы проводили такое исследование, называется исследование ШАНС, школа амбулаторного наблюдения больных с сердечной недостаточностью. То есть, это были тяжелые больные с сердечной недостаточностью. И у этих больных с тяжелой сердечной недостаточностью их лечили традиционными способами. И изучали у них тревогу и депрессию. Так вот, оказалось, что у многих из них тревога и депрессия присутствовала. И самое интересное, что эта тревога и депрессия обнаруживала тесную связь с симптомами сердечной недостаточности. Чем тяжелее была сердечная недостаточность, тем больше было этих симптомов. И напротив, если вот с человеком было просто нормально поговорить, спокойно объяснить ему ситуацию, что он тревожится больше, чем нужно, объяснить, как ему действовать в ситуации, когда у него симптомы сердечной недостаточности, которые его пугают, когда он там задыхается, не может понять, что ему делать, когда ему объяснить и научить, что делать. Вот даже в этой ситуации без всяких антидепрессантов, без всякого лечения у двух третей пациентов наблюдалась ремиссия тревоги и депрессии. То есть, действительно, тревога и депрессия часто сопровождают любое соматическое заболевание. Вы спросите меня, а почему здесь-то так? Так вот, сердечная недостаточность – это заболевание хроническое, оно уж пожизненное, останется с тобой до конца жизни, оно будет то хуже, то лучше, соответственно, то лучше, то хуже психическое состояние. А здесь другое. Ковид был, ковид отзвучал. Состояние по-прежнему остается плохим. Дело в том, что, к сожалению, если при сердечной недостаточности всегда можно найти толкового кардиолога, который обучит вас как действовать, потому что все, в принципе, исследовано. И, ну, не все, конечно, но большая часть исследована и известно. И понятно, как с этим бороться. И если какие-то препараты, то здесь вам никто ничего не может сказать. Вы сами ловите какую-то информацию. Вы сами по поводу своего состояния тревожитесь еще даже больше, потому что эта информация все время подсыпает о том, что после ковид-19 наблюдаются неотвратимые какие-то изменения. Вы сами начинаете тревожиться. Ответа на вопрос не находите. Никто помочь вам не может. И, соответственно, конечно же, вот и возникает такое хроническое тревожное состояние, такой постковидный синдром, который выражается прежде всего в тревожных симптомах. Я хотел бы обратиться к врачам, которые меня слушают. Вот как понять, что действительно это состояние у человека тревога связана с перенесенным ковид-19? Вот здесь, к сожалению, нужно с больным поговорить. Причем нужно больного выслушать. Если не слышишь чужие стоны, не помогут ни посты, ни поклоны. То есть надо послушать человека и послушать его стоны. Я человек не религиозный, но здесь архимандрит Кирилл Павлов, он сказал, в общем-то, дельную вещь. Поэтому, если вы хотите устанавливать связь тревоги с перенесенным ковидом, послушайте больного внимательно, расспросите его хорошенько. Итак, нам с вами ясно, что тревога, частый спутник ковид-19, и может продолжаться очень и очень долго после перенесенного ковид-19. Я, во всяком случае, таких больных очень много вижу. Но если это так, то патентованным лечением для таких тревожных больных являются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Что делают эти препараты? Активизируют серотониновые нейроны. Вот эту самую, одну из двух тормозящих систем, активность которой падает, и в результате поднимают от головы гидро различные другие нейрональные системы. Таких препаратов на самом деле несколько, да? Их целых шесть препаратов, мы их так и называем, противотревожные препараты. Они могут лечить и сопутствующие лёгкие депрессии, потому что когда человеку плохо, когда его трясёт, если вы ему задаете вопрос, какое у вас настроение, он тут же, конечно, ответит, что дурак, конечно, настроение у меня плохое. Это сопутствующее снижение настроения. Так вот, шесть препаратов. Все селективные гибиторы обратного захвата серотонина. Сертролин, пароксетин, слопрам, эстлопрам, флооксетин, флооксамин. Мы много о них рассказывали. У нас есть ролики, которые посвящены каждому препарату в отдельности. Что бы я из этих препаратов выбрал? Конечно же, я бы выбрал флооксамин. Почему я бы выбрал флооксамин? Потому что давайте мы заглянем, скажем, ну, во-первых, мы про него много-много рассказывали. Посмотрите, как он действует при COVID-19. Но вот этот препарат, это единственный из всех психотропных препаратов, включен, вы обратите внимание, там, посмотрите, дозы 25 миллиграммов, он включен в рекомендации по лечению постковидного синдрома. Это единственный препарат из всех антидепрессантов, который включен во временные методические рекомендации по профилактике и диагностику и лечению COVID-19 отечественной. Там есть такая 42-я страница, вот на 42-й странице рассказывается о том, что этот препарат можно использовать для лечения COVID-19. Почему? Я советую обратить внимание именно на этот препарат. Потому что лечение таких больных осуществляет, как правило, не психиатры. Очень редко пациент с постковидным синдромом придет к психиатру. Он же не считает себя психически больным. Он перенес COVID, и после COVID он чувствует себя плохо. Кому он пойдет? Он пойдет к терапевту, он пойдет к неврологу, и только в последнюю очередь придет к психиатру, и то, если послушает мои ролики. Так вот, конечно же, такому больному хорошо назначать СИАЗС. А какой СИАЗС сможет выбрать врач-терапевту? К сожалению, тот СИАЗС, или, к счастью, тот, который упоминается в рекомендациях, и в частности, рекомендациях отечественных рекомендаций. Обратите внимание, что там говорится о том, что если препарат обладает этиотропной активностью, то есть он действует на самонавирус, мы посвятили активирусным свойствам флавоксамина. Очень и очень много роликов я повторяться не буду, то его можно назначать оффлейбл. Поэтому можно назначать этот препарат для лечения постковидного синдрома. Но какой из этих препаратов я вам рекомендую? Потому что флавоксаминов у нас два. Вот один из них – ракона. И совсем недавно, месяца три тому назад, эта ракона 100 мг стоила в Москве 21 рубль. Теперь ракона стоит то же самое, видите, за одну таблетку 100, простите меня, это феварин, да, вот сейчас я переключу, ракона стоит уже 50 рублей. То есть произошло подорожание больше, чем в два раза. Почему произошло подорожание? Прошло подорожание просто потому, что скакнул курс доллара. Конечно же, произошло подорожание, потому что трудности определенные с логистикой. Поэтому я вам очень и очень советую, мы говорили о том, закупайтесь, пожалуйста, раконой. Почему именно раконой? Потому что если мы посмотрим, сколько стоит другой флавоксамин под названием феварин, то он стоит еще дороже. Это 107 рублей. Нарастающий кризис, конечно же, в этой ситуации лучше покупать препараты, те, которые доступнее. Ну и к тому же самое интересное, вы будете удивлены, но препарат под названием феварин, он может производиться фармацевтической субстанцией не то в Индии, не то в Швейцарии. К счастью, препарат фармацевтической субстанции для раконы производится в Чехии, то есть на территории Евросоюза. Соответственно, гарантировано качество этой фармацевтической субстанции. Соответственно, мы рекомендуем лечить постковидный синдром, который проявляется тревогой, именно раконой. Как всегда, в конце нашего ролика я вас очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал на Ютьюбе, подписывайтесь на наш аналогичный канал на Ротюбе. Пожалуйста, становитесь спонсором нашего канала, ставьте нам лайки, пишите комменты. Ну и, как всегда, в конце я вас прошу, если хотите отблагодарить за эту лекцию, то, пожалуйста, вы найдете реквизиты счета, в его описании. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова